Новые боксерские груши, лапы, канаты получилась секция школы Олимпийского резерва по боксу в Магасе. Их приобрели благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Теперь спортсмены могут оттачивать свое мастерство, пользуясь качественным инвентарем. Вот и Ислам Шаухалов уже проверяет свои силы на новой груши. Боксеру 19, он кандидат в мастера спорта. Участвовал в всероссийских международных соревнованиях. Два раза выиграл на первенствах «Юность России». Зрелищному виду спорта посвятил себя 8 лет назад. Знает не понаслышке, что лучший друг боксера – это груша. И какого качества она должна быть. Боксерский клуб посещает более 80 спортсменов. Тренируют их 4 тренера. Они, кстати, уже работают с новыми лапами. Без них не обходится ни одна тренировка. Ведь это один из главных снарядов в процессе обработки техники удара. Занятия проходят несколько раз в день. Тренеры признаются, что спортивный инвентарь быстро портится и часто нуждается в обновлении. В принципе, можно увидеть, сколько детей занимаются. И все-таки инвентарь не на все годы, он ведь тоже портится. Желательно, хотелось бы часто его менять постоянно, чтобы и новый был, и качественный был. Хотя и эти сейчас мы получили очень качественные. Новым спортивным инвентарем теперь могут пользоваться не только воспитанники Школы Олимпийского резерва в Магасе, но и других секций в Ингушетии. Лапы, боксерские игруши, профессиональные мешки, весы, олимпийские грифы, канаты. Все это от Министерства спорта России получили и в Алиюрте, и Кажево, Молгобеке, Сурхаке. А также наставники, которые тренируют детей по договору в пригородном районе. Эти залы давно нуждались в новом оборудовании. То, что не хватало в боксерских мешках, будет уже не ждать, пока один закончится, они будут уже одновременно выполнять свою работу, указание тренерской работы. Также тренера получили боксерские лапы, которые будут индивидуально, которые подтачивают технику спортсмена. Они тоже максимум полгода, год только приходят, они не в годность приходят. Также есть пневматические ключи, которые поднимают коростные качества спортсмена. Все это, большинство залов оснащены, которые нуждались в нашей регионе. На приобретение нового оборудования выделили более 4 миллионов в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». На этом позитивные перемены в мире ингушского спорта не заканчиваются. В 2019 году завершено строительство фока в Сагапше. А также завезли оборудование для строительства футбольного поля с легкоатлетическими беговыми дорожками в Насыркорте. Там же и в Гамурзиево построены воркаут-площадки. Выделены средства на реконструкцию республиканского тренировочного центра в Мужичи на стадии завершения строительства футбольного поля и воркаут-площадки в Викажево. На данный момент еще ведутся работы по составлению соглашений, по подписанию соглашения о выделении дополнительного еще футбольного поля и нескольких площадок. Также подана заявка о строительстве необходимых физкультурно-оздоровительных комплексов в тех сельских поселениях, где необходимо. Минспорт республики направляет заявки для участия в национальных и федеральных проектах, чтобы региону выделили средства для строительства фоков. Нашим спортсменам, детям приходится выезжать в другие сельские поселения для занятия спортом. Мы смотрим, выделяются земельные участки в тех населенных пунктах, где необходимо нам строительство. Есть заявки, участвуем, хотим, чтобы наше население систематически занималось, и тем самым мы увеличили уровень обеспечения этими спортивными сооружениями. Одна из главных целей проекта «Спорт. Норма жизни» – увеличить число активно занимающихся спортом до 55% до 2024 года. На сегодняшний день в Ингушетии этот показатель составляет только 22%. Тем не менее, эта цифра с каждым годом растет. А ингушские спортсмены радуют своими успехами на всероссийских и международных турнирах. Так и школу Олимпийского резерва по боксу стабильно посещают до 900 спортсменов в возрасте от 10 до 30 лет. Конечно, полученный новый инвентарь для ребят стал большим подарком. Однако, ряд вопросов до сих пор требует решения. Предстоит в полной мере обеспечить воспитанников формой, перчатками и шлемами для участия в соревнованиях. Диана Дударва, Адам Далака, Новости 24.